Всем привет! Это программа Азбука Спорта. Увлекательное путешествие в мир здорового образа жизни от А до Я. Никакой скуки, только позитив, энергия и драйв. Стремимся стать лучше, сильнее, здоровее вместе. Сегодня в Азбуке Спорта. Уделим отдельное внимание растяжке. Очень хорошо растягивается спина и прям даже иногда бывает немножко хрустит. Спросим малышей, зачем же нужно заниматься спортом. Чтобы быть сильным, здоровым и чтобы быть неленивым. Узнаем у доктора, чем можно заменить уроки физкультуры. Даже если вы будете просто ходить по квартире достаточное количество времени, открыв форточку, проветривая, это тоже будет иметь положительный результат. Занятия по стрейчингу можно начинать проводить с 4-7 лет. Это возраст, когда ребенок хорошо адаптируется к спортивным занятиям и быстро приобретает нужную гибкость. Займемся растяжкой и мы. Привет! Ни для кого не секрет, что растяжка очень важна. И я всегда советую делать растяжку после тренировки. Но также вы можете утром, например, если вы разогрелись, хорошо сделали зарядку, опять же тоже потянуться, к тому же заниматься вместе со своим ребенком, это весело. Поэтому три упражнения сегодня для растяжки. Итак, первое упражнение. Ноги разводим в стороны, Даша, максимально, насколько это можно. Обратите внимание, самое главное в растяжке, это колени должны быть максимально прижаты. То есть лучше вы меньше согнетесь вперед, но у вас будет правильная техника. Делаем три наклона к правой ноге, соответственно, три в центр и три к левой ноге. Работаем таким образом где-то в течение полутора-двух минут. Поехали! Второе упражнение на растяжечку. Очень хорошо растягивается спина и прям даже иногда бывает немножко хрустит. Но будьте очень аккуратны. Итак, смотрите, правую ножку мы за левую, да, она согнута у нас в колене. Затем, соответственно, локтем левым давим в колено и пытаемся скрутиться. Правая рука упор в пол и скручиваемся на выдохе, скручиваемся, скручиваемся. Соответственно, затем мы меняем ножку и делаем то же самое, только наоборот. Работаем где-то 7-8 подходов на каждую сторону. И третье упражнение. Все вы довольно хорошо его знаете, но мы немножко его модифицируем. Итак, ножки вместе, Даша, коленки прижаты. Это самые неприятные, кстати, связки, которые тянутся под колено. Они всегда тяжело тянутся, но нужно потерпеть. Итак, мы тянемся сначала в правый угол, затем, соответственно, в серединку и в левый угол, да. Носочки на себя натягивайте и вообще пытайтесь всегда поднять пятки, да, от пола. Это прям техника балерины. Работаем по два наклона в каждую сторону и таким образом где-то минутки 2-3 нужно потянуться. Не игнорируйте важность растяжки. Занимайтесь вместе со своим ребенком, потому что вы для него являетесь примером. И будьте здоровы! Сядьте на пол, разведите ноги в стороны, максимально широко. Колени должны быть прижаты к полу. Наклоняйтесь к каждой ноге и перед собой. Не сутультесь, пружиньте. Согните одну ногу в колене, заведите ее за другую ногу. Противоположную руку выведите вперед, давите локтем в колено. Делайте скручивание. Болевых ощущений быть не должно. Теперь ноги вытяните перед собой, соедините их. Носки тяните на себя. Колени должны быть прижаты к полу. Тянитесь в каждую сторону от ног и по центру. В каждом упражнении нагрузку выбирайте по силам ребенка. Азбука спорта за здоровый образ жизни. А что знают об этом малыши, которые еще даже не ходят в школу? Сейчас узнаем. Утренняя гимнастика и уроки физкультуры. Прогулки на свежем воздухе и игры в спортивном зале. Зачем заниматься спортом? Спросили мы у самых маленьких экспертов. Спортом надо заниматься, чтобы быть неленивым. Чтобы быть сильным, здоровым. Крепким. Бодрым. Не хмурым. Чтобы быть сильным, здоровым. И чтобы быть неленивым. Большим. Человек становится сильным. Хорошим сраином. У него полуявляются мускулы. Девочки становятся красивыми, когда занимаются спортом. Физкультурой надо заниматься каждый день. Суббота, воскресенье. Утром. Вечером тоже можно заниматься спортом. Надо только зимой и где-то там, не помню, летом. Спортом надо заниматься каждый день. Спортом надо заниматься каждый день. Пробежка. Фигурное катание. А мне нравится, спасибо. Шахматы. Ну, еще же надо на улицу ходить, гулять. Устами младенца, как говорится, глаголит истина. Берите на вооружение советы молодых экспертов. Будьте спортивными и здоровыми. Правда ли, что уборка квартиры может заменить поход в спортивную секцию? Поговорим об этом с доктором. Если по какой-то причине вы не занимаетесь спортом, вернее, ребенок не занимается спортом и не ходит на физкультуру, заменить это можно любой двигательной активностью. Это могут быть просто прогулки. Это могут быть танцы. Даже если вы будете просто ходить по квартире достаточное количество времени, открыв форточку, проветривая, это тоже будет иметь положительный результат. Знаете, уборка – это очень мощная физическая активность. Да, наверное, уборка. Наверное, поход в магазин далеко. Наверное, поход на рынок с сумками, а не проехать 2-3 остановки. Если вы не можете заниматься, у вас нет времени заниматься спортом, если вы не ходите на физкультуру, попробуйте вместо использования общественного транспорта ездить на велосипеде, на самкате, на работу. Просто ходить пешком, когда это можно, какое-то количество остановок. Это восполнит. Это восполнит дефицит движений и тоже будет иметь положительный результат. Подниматься на свой этаж по лестнице, не используя лифт, вверх-вниз, походы, любые, любые походы, куда угодно, вы сводите к минимуму использования личного и общественного транспорта и больше ходите, и получается тоже количество движений. Любой человек хотелось, чтобы был как можно больше на свежем воздухе. Вопрос первый, где взять свежий воздух в мегаполисе? Он весьма относительный, наш свежий воздух. Второе, если это действительно активное движение, то да. Если просто постоять, походить, то в хорошо проветренном помещении тоже можно походить, это будет тоже свежий воздух. И еще момент, в каком возрасте и сколько человек должен находиться на свежем воздухе. Два часа в день, например, для школьника старших классов, где он возьмет столько времени при его нагрузке учебной, чтобы два часа просто находиться на свежем воздухе. Поэтому проветренное помещение, то есть свежий воздух отдельно, если нет возможности, двигательная активность отдельно. Если есть возможность совместить, замечательно. Если есть возможность где-то на настоящем свежем воздухе в парке, лесу, не знаю, где угодно, вдоль водохранилища нашего, где-то там в парковой зоне в городе, походить, это великолепно. Это великолепно. Но если просто, не знаю, где-то вдоль оживленной трассы, на свежем воздухе два часа, я сомневаюсь в пользе. Поэтому давайте разделим свежий воздух и двигательную активность. Детям тоже нужен фитнес. Мы начинаем с малого и обязательно достигнем главного – отличного здоровья и хорошего настроения. Давайте изучать азбуку спорта вместе. Увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!